Моя тема, я так ее назвал, «Горящее сердце». Почему я так ее назвал? Потому что, знаете, когда я и ты, мы горим для Бога, вот о чем я буду говорить. Когда я и ты, мы не просто, понимаете, не просто ходим в церковь, потому что так принято ходить. Мы не просто, понимаете, как говорится, называемся христианами, потому что мы когда-то в своей жизни покаялись или когда-то там приняли крещение, и теперь мы просто называемся христианами, и теперь мы понимаем, что как любой нормальный христианин, он должен просто ходить в церковь, он должен как бы участвовать, может быть, в каких-то там делах, и как бы это нормально. Но я верю, что это место, я верю, что вообще, когда лично я, скажу, я встретился с Богом, и я уверен, каждый из вас, когда встретился с настоящим Богом, то что-то внутри меняется. Ты начинаешь видеть все совсем по-другому, и ты начинаешь, то есть в твоем сердце что-то переворачивается, и ты понимаешь, что теперь, как бы, теперь ты не можешь просто играть в христианство, теперь ты не можешь просто, понимаете, ходить и, как бы, сделать вид, что все нормально, и просто ходить раз в неделю в церковь и ничего не замечать. Но знаете что, когда Бог влаживает в твое сердце частицу себя, и я хочу, знаешь же, если, может быть, ты на протяжении этой проповеди может будешь думать, о чем Он говорит, о чем Он говорит, что это такое, я тебе хочу сказать, что знаешь что, что жизнь с Богом может быть совсем настолько глубже. Жизнь с Богом может быть настолько реальнее. Жизнь с Богом может быть настолько, как тебе сказать, естественна. То есть, твое общение с Богом может перейти совсем на другой уровень. Не просто ты знаешь, что принял крещение и спасся. И вот я хочу о чем поговорить, о горящем сердце. И у меня такой вопрос к нам, горит ли наше сердце? Знаете, очень часто мы видим людей, или может быть мы сами такими являемся, когда мы встречаемся с Богом, Бог нас меняет, мы даем Богу кучу обещаний, мы горим для Него, мы готовы весь мир спасти. Но проходит время, у кого-то месяц, у кого-то год, у кого-то пять. И знаете что? И что-то происходит вот с тем огнем, который был внутри. И ты уже просто, может быть, даже сидишь и говоришь, ну, значит, так и надо. Ну, значит, это уже мое время прошло. Но знаешь, что я тебе скажу? Что я и ты, мы рождены горе для Бога до конца своих дней. Мы рождены, понимаете, чтобы сердце мое и твое просто горело, горело не то, что, понимаете, не то, что, пойми меня, там тебя что-то там болит сердце, и ты теперь ходишь, мучаешься, но тебя влечет. Тебя влечет, понимаешь, ты когда, ты когда включаешь там, скажем, какое-то поклонение, ты когда, вообще, тебя влечет на молитвы, тебя влечет, понимаешь, туда, там, где такие же самые, как ты. Может быть, это хорошее время каждому из нас вспомнить Может быть, ты подумаешь, о, ну, а что вспоминать, уже все прошло Но знаете, что очень часто даже в Библии сам Бог возвращал людей и говорил Вернись, вернись назад, посмотри, посмотри В Откровении там есть места, где Он говорит Посмотри вообще, откуда ты не спал Где твоя первая любовь, где то, что тебя горело, твое сердце Где тот голод, где та жажда, когда ты мог ночью, я тебе шепотом скажу И ты вскакивал, и ты бежал, и ты молился Где то время, когда, понимаете, когда Бог давал тебе откровение Бог давал, Бог говорил тебе что-то И потом, может быть, тебя три ночи подряд мучили бесы или демоны Где то все время Знаете, что я скажу? Это все в нашей власти И я буду говорить немного, я буду читать из Библии Именно я вообще, именно что в Библии очень много Бог сравнивается с огнем В Библии очень много Бог себя называет огнем В Библии очень много Бог приходил как огонь Начиная, как говорится, там с Моисея Или вообще с самой раньше, когда Содом и Гоморру Бог послал огонь Потому что, знаете, там, ну вы знаете, что там было Какой разврат, какое все И поэтому даже если кто-то считает, что, а, это все нормально Но посмотри, как Бог смотрит на грех Бог ненавидит грех Знаете, что я заметил? Что Бог, Бог не двигается красивой музыкой Бог не двигается хорошими проповедями Бог не двигается, понимаете, нашими какими-то достижениями Знаете, что двигает Бога? Это горящее твое и мое сердце Вот что происходит иногда на молитвах Когда мы, знаете, что, когда нам уже все достает И мы от сердца начинаем взывать к Богу И почему Бог приходит? Почему Его присутствие приходит, когда собираются Даже несколько людей, которые действительно жаждут Его Когда несколько людей собираются, которые действительно хотят Как говорится, Бог, я пришел сюда ради тебя И Бог приходит Потому что, знаете, что, горящее сердце Горящее сердце То сердце, которое, понимаете, которое все равно Несмотря ни на что вокруг Несмотря ни на что вокруг Может быть, вокруг все наоборот распадается Может быть, ты смотришь своими глазами Что все как-то вокруг Да, сейчас какое-то время засухи Какой-то сезон Какой-то, знаете, сейчас все Все вроде бы начинают засыхать Может быть, это нормально Но, я скажу, это ненормально Библия говорит, что праведник Он как это дерево, понимаете, которое посажено Где оно посажено? У воды Где корни, у которого глубоко идут И знаете, что самое главное? У того дерева листья не вянут никогда У него нету плохого сезона У него нету Потому что, знаете что? Потому что у него корни глубоко У него корни питаются У него корни питаются от Бога И несмотря на погоду вокруг У него все равно листья зеленые Несмотря что вокруг происходит несмотря на какие сезоны. Мы иногда, знаете, ошибаемся. Мы как бы принимаем, ну вот сейчас такое время, сейчас такой сезон. Я не знаю, я, как говорится, может, я так пробовал некоторые вещи и смотрел, и оказывается, все равно все зависит от меня, все зависит от тебя. Где вообще, понимаете, и поймите, моя тема, это не просто, как говорится, знаете, иногда там сказать, вот мы такие плохие, мы такие, знаете, вот нам то, то надо, то не надо. Ну просто, знаете, когда, может быть, в твоей жизни Бог тебе показал что-то реальное, или ты и я вкусил что-то драгоценное, и я верю, что здесь большинство людей знают, о чем я говорю, большинство людей жили в тех моментах. Но знаешь что, все зависит от тебя и меня, насколько ты захочешь, чтобы горел огонь на этом жертвеннике. Люди иногда привыкают судить, понимаете, сколько людей вокруг меня, какая большая церковь, какой успех. Но знаете что, как правильнее, когда ты начинаешь судить, не по том, что ты видишь, а по уровню присутствия Бога, которое здесь, на этом месте. А именно о голоде, то, что сводит это небо сюда, вот где, вот по чем можно правильнее судить. Можно научиться всему, можно привыкнуть, я уже как-то говорил, можно красивую музыку сделать, можно пригласить кого угодно, понимаете, можно сделать все, можно поднимать руки, когда тихая музыка, можно плясать здесь, хоть головами ходить, когда музыка более ритмичная, можно что угодно делать. Ну а где, ну а где те люди, о которых, понимаете, помните, Иоанн говорил, я крещу вас водою, но идет за мной кто-то, кто сильнее меня, кто больше меня, кто будет крестить вас чем? Духом. И чем? Огнем. Где эта церковь? Где эти люди, которые крещены огнем? Да, мы много видим крещенных водой, мы много видим везде, везде. Сейчас попробуй, ну, попробуй жениться даже где-то в какой-то церкви, тебе не разрешат, пока ты не крестишься. Хотя это вообще не по Библии, ничего такого нет. Мы видим крещенный духом, знаете, много, ну, на языках молятся, много говорят, там, знаете, ну а где, ну а где те, которые, понимаете, которые приходят, и они какие-то другие? Где те, которые, понимаете, которые, которые собираются, и которые говорят, но, ребята, это ненормально? Которые собираются, говорят, но, это ненормально, давайте молиться, давайте поститься, давайте взывать. Знаю, потому что Бог, Он движется всегда, когда у тебя, Он всегда смотрит на сердце. Он никогда не смотрит там, как ты, там, ну, твои действия, что там ты сегодня там, прыгал ты или лежал, или нет, но Он всегда смотрит на твое сердце. И мой вопрос, горит ли мое и твое сердце сегодня? Горит ли оно? Когда я иду сюда, происходит ли меня внутри? Возбуждаюсь ли я внутри? Потому что я говорю, Бог, я иду в Твое присутствие. Когда я закрываюсь в машине, или когда я еду один, что у меня, что, какая у меня молитва внутри? Какая у тебя молитва внутри? Или у тебя и у меня планы, как построить свое будущее, как сделать то, как сделать то? И потом мы думаем, почему? А почему? Почему я больше не хочу молиться? А почему я больше не хочу поститься? Почему? 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 Я хочу прочитать одно место именно об огне. Талевитам 6.12. И это просто история, это прообраз, опять же, духовный. Весь Ветхий Завет, это как, знаете, как прообраз, как картина, именно то, что происходит внутри тебя и меня. Пусть огонь, это когда Бог говорил Моисею, вообще, как там все построить, там вот это, здесь очень много есть, знаете, просто откровений, именно внутреннего храма. Если ты когда-то почитаешь, вообще, как Бог, почему Бог избрал, Он говорил Моисею, выбирай самое лучшее, я хочу самое, там выбирай, пусть принесутся, там самое драгоценное, пусть там золото, все. Почему? Это все внутренний храм. Пусть огонь на жертвеннике горит и не угасает. Пусть священник, священник, ты и я, священник, пусть священник каждое утро добавляет туда дров, раскладывает все сожжения и огонь на жертвеннике должен гореть постоянно, не угасая. Кажется, почему, Бог, ты хочешь, чтобы человек что-то делал своими руками? Почему, Бог, ты, разве, всемогущий, Бог не мог придумать какой-то сверхъестественный, вечный огонь, который всегда горит и не угасает? Не, но почему-то Бог всегда выбирает человека, Бог всегда, понимаете, хочет, чтобы, как говорится, Бог показывает тебе и мне, что делать. И от тебя и меня зависит, будем ли мы это делать. Ты, может быть, думаешь, о, ну, раз Бог сказал, значит, я не смогу не сделать. Нет. Очень много вообще в Ветхом Завете, я так, я же говорю, у меня именно эта тема, можно сказать, именно вот вообще в пятницу, в пятницу, я же говорю, вот в эту пятницу, как бы во время молитвы и после молитвы эти несколько дней, и то есть у меня не было, допустим, столько-то времени, там, знаете, прочитать все там, там уйма просто мест, огонь там вообще, как Бог там, про Илью, если вообще читать, там вообще, ну, интересный был человек. Но именно, знаете, почему это родилось? Если кто был, если кто был в пятницу на молитве, он вспомнит, может, потому что, знаете, мы ехали, мы ехали сюда на молитву, мы ехали на молитву, и я не знаю, уже сколько мы сюда, несколько месяцев мы в этом здании, мы уже ездим, я никогда не обращал внимания, но почему-то в эту пятницу, когда мы ехали, я обратил внимание, что это, я не знаю, здесь очень много, я не считал, но здесь, наверное, больше 10 баров, просто вот, как начиная от 205-го фривея и вот до этого места. Очень много баров. И интересно то, что мы едем, и я же говорю, я никогда не замечал, это раз, два, тут два рядом прямо, и везде парковки просто забиты. Люди просто, знаете, прямо там стоит, жмет этот, знаете, чтобы перейти дорогу, и там еле-еле стоит, понимаете. То есть как бы, и вот оттуда, знаете, как бы поднялась такая ревность, что люди, посмотрите, как люди хотят заполнить себя вином. У людей, как есть вот это стремление, у людей есть вот этот голод, или, знаете, это даже может стать дух рабства, хотя, хотя если по Библии смотреть, мы, мы, как говорится, это те же самые принципы, это тот же самый, как говорится, человек так создан, понимаете, чтобы быть, как говорится, ну, как говорится в Библии, кто кем побежден, тот тому и раб. И да, эти люди побеждены этим духом алкоголизма, побеждены этими там наркотиками, побеждены там чем угодно, но ты понимаешь, что человек был создан, создан для того, чтобы заполнять себя чем-то, чтобы, как говорится, ну, если так просто сказать, так пьянеть. И вот где поднимается ревность, именно что, как говорится, человек был создан заполняться духом святым, человек был создан, понимаете, заполняться этим вином, заполняться этим огнем. Ну, а понимаете, а если так честно сказать, почему люди не ходят в церковь, почему они не хотят, знаете почему? Потому что там нет вина. Потому что там нету, понимаете, там нету, там просто, я же говорю, мы научились красиво проповедовать. Ну, я не считаю себя, я некрасиво проповедую. Я же говорю, если в этом смысл христианства, честно вам сказать, то мы уже достигли пика, наверное, потому что, если смотря на интернет, смотря на ту возможность информации, которую мы можем оттуда вытянуть, ты можешь найти проповедников, какие только тебе не нравятся, людей с поставленной речью, людей правильно могут, они могут, они не так, как я, могут начать с конца и потом закончить началом своей проповеди, понимаете? У них все четко, правильно расписано, и это как бы, ну, я не считаю, что это плохо, но, ну, я считаю, что это не все. Я считаю, что это не церковь, ребята, чтобы, понимаете, просто собраться, послушать красивую музыку, ну, да, может быть, там что-то пережил и ушел, и все. Но я верю в то, вот то, о чем я только что говорил, где Иоанн говорил, но идет за мной кто-то, кто будет крестить вас духом и огнем. Давайте посмотрим в первое крещение огнем. Что произошло с людьми, те, которые получили крещение огнем? Что произошло с людьми, которые получили духовное крещение, не то, что мы называем там, мы там полчаса там тебя там заводили, знаете, на языках, и там что-то там услышали, и думали, все, аллилуйя, все, иди домой, все, ты крещен, все там, понимаете. Но давайте посмотрим, что произошло по-настоящему. Давайте всегда смотреть на образец. Да, может быть, мы этого не видим сейчас, но я хочу, чтобы перед нами всегда была эта правильная картина. Что об этих людях говорили? Деяния 2 глава 16 стиха. Вы это место прекрасно знаете. Мы все знаем историю, Иисус вознесся, ученики вернулись, и там, как мы читаем, они просто пребывали вместе, потому что сам Иисус им сказал, ничего не делайте, никуда не уходите, пока вы не получите силу. Или значение слова, это как дунамист, то есть силу, как мощь, как огонь. Все поражались, это уже как произошло это, все поражались и в недоумении спрашивали друг друга. Это люди, которые видели людей, крещённых огнём. Это я вам просто читаю, какие люди, крещённые огнём, просто на улице. Что бы это значило? А другие издевались и говорили, эти люди напились молодого вина. Тогда Пётр встал с остальными одиннадцатью и громким голосом обратился к ним. Соплеменники, все жители Иерусалима, прислушайтесь к моим словам. Ну и тут он говорит, что только девять утра, мы не можем быть пьяными. Но вот что будет в последние дни, говорит Бог, и залью мой дух на всех живущих. И будут сыновья и дочери ваши играть в покемона. И юноши будут в волейбол играть. И старцам будет сниться какая-то ерунда, что они не знают, где жить. Ну, это, извините, это, ну, просто по идее, мне кажется, у нас просто наоборот. Я хочу видеть, я хочу видеть сыновей и дочерей пророчествовавших. Я хочу видеть юношей, которые будут видеть видения. Я хочу видеть старцев, которым будут сниться вещи и сны. На всех рабов моих, на всех рабынь моих, говорит Бог, и залью мой дух, и будут пророчествовать. Пророчествовать. Вот люди, крещённые огнём. Вот люди, вот для меня это вообще как церковь, понимаете, которая получает что-то внутрь себя. Но очень часто мы просто, знаете, знаете, как мы, мы не ценим. Это моё личное такое, как говорится, вывод или мнение. Мы не ценим то, что Бог влаживает в нас. Мы просто, знаете, не позволяем этому, может быть, вырасти до определённого возраста. Мы не позволяем, чтобы Бог изменил нас, понимаете, чтобы Бог, чтобы мы выросли, знаете, при первом каком-то конфликте или при первой какой-то тёрке мы уже всё, мы уже готовы друг друга, понимаете, посылать на три весёлых буквы и идти, знаете, всё, я иду в другую церковь, мне уже тут, уже тут Бога нету. Или просто люди, понимаете, сдаются, опускают руки и просто не хотят, понимаете, потому что это что-то мощное, о чём я читаю. За это ученики, чтобы получить это, они уплатили, я не знаю, они отдали всё. А что, вот если в общем взять, что сейчас проповедуется, я так скажу, в американской церкви или вообще в любой церкви, что сейчас проповедуется? проповедуется, знаете что? Чтобы как твоя и моя жизнь стала хорошей. А Бог наоборот говорит, а я хочу вообще забрать твою жизнь. Мы говорим, но как тебе выйти из проблем, как тебе, знаете, чтобы как тебе состояться, как тебе сделать то, а не знаю, а Библия говорит, Иисус говорит, а я пришёл, чтобы забрать вообще твою жизнь. А я пришёл, чтобы вообще ты умер для себя, умер для своих желаний, умер, понимаете, для того всего, чего ты хочешь и хочет твоя плотская натура. Горящее сердце. Горящее сердце. Я же говорю, давайте научимся ценить то, что Бог влаживает в нас. Знаете, с каждой молитвой, с каждой встречей с Ним Бог что-то производит внутри тебя и меня. Но мы просто, знаете, мы иногда просто не воспринимаем это серьёзно. Мы иногда, знаете, думаем, а, это для кого-то другого, а, ну, это вот для того пастора, а, ну, это для того лидера. Но Он говорит, на всех и залью. Я всех крещу огнём. Как мы можем молиться, как мы можем просить, Бог, мы хотим видеть Твоё царство на этой земле, когда Бог предназначил тебя и меня, чтобы это сделать. Когда Бог выбрал, чтобы я и ты именно стали тем сосудом на этой земле. Бог выбрал именно тебя и меня для этого. Мы очень часто, знаете, опять же, я извиняюсь, я, может быть, даже и против себя проповедую, не может быть, а точно. Но просто, знаете, иногда, и я благодарю Бога, когда Бог не всегда, Он приходит к тебе, как любящий, понимаете, придёт и будет тебя гладить, будет рассказывать тебе хорошие вещи в твой адрес, говорить, какой ты хороший, какой ты молодец. Знаете, что, иногда Бог приходит, как папа, уже, знаете, поговорить, можно сказать, с взрослым сыном. Не с маленьким бэби, понимаете, не с маленьким, которого, ну, что ты с него возьмёшь? Ну, но я верю, что есть достаточно людей, которые понимают, о чём я говорю и понимают, что это ответственность, это не просто, понимаете, не просто игра в церковь, это не просто хождение, понимаете, раз в неделю. Все люди, понимаете, хотят, допустим, чтобы наши дети были хорошими, чтобы наши дети были, как мы считаем, правильными в этой жизни, чтобы наши дети, понимаете, выросли, там, скажем, и, ну, там, хотя бы ходили в церковь, и мы уже, ой, Господи, слава Тебе, что вот моя вся семья сидит рядом со мной на скамейке и ничего не делает, как и я. Но, поймите, не в этом смысл, а кто захочет, чтобы его дети стали следующими Ильей? Не просто назвал своих детей, там, Илья, Халев, и вот у меня растет Библия. Но, кто действительно захочет, знаете, что от меня и от тебя, придется, я не знаю, каждый день возлагать руки на этого малого и молиться, и просить Бог, я хочу, чтобы ты использовал этого ребенка. Я хочу, чтобы этот, как-то Анна говорила, Бог, если ты мне дашь ребенка, сколько она молила, сколько она просила, говоришь, дашь мне этого ребенка, я отдам его тебе, я отдам его тебе на служение. вот где церковь. Не церковь просто, понимаете, которая собирается и просто попели песни, рассказали истории, прочитали два места из Библии и все. Но я верю, честно сказать, я верю. И почему я это говорю? Я не говорю это, чтобы, понимаете, чтобы оттыкнуть пальцами, сказать, во, неправильно, во, неправильно, во, неправильно. Но знаете что? Может быть, наоборот, Бог вложил что-то большее. Может быть, наоборот, Бог вложил любовь к церкви. Может быть, Бог показал что-то тебе и теперь ты просто не можешь вот на это все говорить, а, it's okay. Это так и должно быть. Опять вернусь к детям. Кто захочет? Кто захочет, чтобы в следующий чтобы его сын или его дочь стала следующим героем на этой земле? Именно Божьим героем. Не просто хорошим человеком. Не просто, знаете, человек, который, да, у него там нет плохих привычек, да, он, может быть, закончил университет, у него хорошая работа, у него красивая жена, у него хорошие дети, он живет в хорошем доме и все. И вот для нас образец. Вот это совершилась семья. А как насчет того, который ходил в пустыне без еды и без одежды? Как ходил тот, через которого Бог, который, как говорится, помолился и пришел дождь? Помолился, и три с половиной года не было дождя. Кто хочет, чтобы ребенок его был таким? Я понимаю, за нас уже, может быть, поздно молиться. Мы уже в пролете на большом вертолете. Ну, я имею в виду, серьезно молиться. Но у нас есть другое поколение, и вот где ответственность на мне и на тебе. Я не говорю, что сейчас мы должны броситься каждый на своих детей и там, знаете, там, ну, я говорю, ну, это должно быть изнутри. То есть, ты должен увидеть что-то и сказал, Бог, если твое слово говорит, что Илья, он был такой же самый человек, как мы, но написано, он горячо помолился и не было дождя. Он горячо помолился. Давайте ради интереса прочитаем про Илью. Кто заходит? Вот опять же я вам говорю, кто такая церковь. Я не говорю сейчас об одной личности в какой-то церкви или вот в какой-то стране. Я говорю, как общество. Вот оно. Илья сказал пророкам Ваала, то есть, пророкам дьявола. Да, есть, были и есть до сих пор пророки дьявола. Пророчество ерунду какую-то, ничего не сбывается. Выбирайте быка и готовьте все первыми, ведь вас больше. Давайте, призывайте имя вашего Бога. Только огня не разводите. Они взяли быка, приготовили мясо. А ну тут я чуть пропустил, потому что он говорил, давайте вы молитесь и я молюсь. Ну вы знаете эту историю, мы ее с детства знаем. Сценок сколько показывали. Я даже помню своего папу, как он Илья был и там бегал с этим посохом, там был летний лагерь, его там какие-то чехлы какие-то замотали, какие-то волосы навязали на лицо. И он там Ильей был, знаете, такой там грозный. Они взяли быка, приготовили мясо для жертвоприношения и стали призывать имя Ваала. Представляете, люди настолько верили дьяволу, люди настолько верили своего, как говорится, Бога такого, что там сейчас вообще... И они кричали с утра до полудня, кричали, они и звали, Ваал, ответь нам! Но в ответ ничего. И они все скакали вокруг жертвенника, который они соорудили. И настал полдень. Илья начал тешиться над ними, кричите громче, если он Бог, может, он задумался, может, по делам ушел, может, в дороге где-то, а может, заснул. Так кричите громче, так он проснется. Стали они громче кричать, стали, как у них принято, колоть себя мечами и копьями, кровь ручьями лилась по ним. Картина жесть. Люди молятся Богу. Так неистовствовали они от полудня и до самого часа вечернего, но в ответ ничего. Тогда Илья обратился к народу. Подойдите ко мне. Все подошли к нему. Илья стал восстанавливать разрушенный жертвенник Господа. Может быть, это для кого-то вот это слово. Илья стал восстанавливать разрушенный жертвенник Господа. В тебе и во мне есть жертвенник. И ты и я, мы знаем, в каком он состоянии. Он взял 12 камней по числу племен, что произошли от сыновей Изякова, которому Господь дал имя Израиль. И соорудил из этих камней жертвенник имени Господнему. Жертвенник он окружил бороздой, в которую могли бы вместить две меры зерна. Ну, короче, и тут он им говорит, наливайте воды, потом говорит, еще больше наливайте. И они налили уже три раза, там уже вода потекла и заполнила всю вот эту, знаете, канаву вокруг жертвенника. И наступил час вечернего жертвоприношения. Тогда подошел пророк Илья к жертвеннику и сказал, вот я молюсь об этих людях. Вот я молюсь, чтобы не просто один человек, я молюсь о целом поколении. О, Господь, Бог Авраама, Исаака, Израиля, пусть уразумеют сегодня люди, что Ты Бог Израиля и что я раб Твой. и что все это я сделал по Твоему велению. Ответь мне, Господь, ответь, пусть уразумеют эти люди, что настоящий Бог это Ты. И не спал огонь Господень и поглотил жертву и дрова, и камни, и землю вокруг, короче, все спалил. И тогда люди это увидели, то поленится словами Господь наш Бог. Господь наш Бог. Сразу же покаялись. Илья сказал, хватайте пророка Вала, пусть ни один не уйдет. Ну и мы знаем, он потом всех их убил и закончилось, вот так и закончилось это. Ну о чем, знаете, о чем я вообще это говорю? Потому что, понимаете, Илья, это не просто, мы все даже знаем, Иоанн Креститель это был, был как, был как бы в духовном, в духовном образе это был Илья. Но хочу, хочешь ли ты, хочу ли я, чтобы я и ты или мои дети в духовном мире тоже были этим Ильей. Когда я и ты буду молиться своему Богу, придет ли он? Я верю, честно себе вам сказать, верю, как и никогда, даже когда все вокруг хочет, чтобы ты верил по-другому. Но я верю, что Бог поднимет вот такую церковь. Я верю, что Бог все равно, Бог все равно, понимаете, Он, да, это не будет та церковь, о которой мы, может, даже себе представляем, может, даже о которой я представляю. Но я верю, что это будет сильная церковь. Я верю, что это будет церковь, которая, знаете, которая не будет, ее даже, может быть, не будут знать, знаете, там где-то на интернете или по телевизору. Я верю, что вообще эти люди, это, знаете, им вообще все равно. Им вообще все равно популярность. Они не начнут, потому что, знаете, у нас, так как говорится, христиан, есть такие две крайности. Мы либо, знаете, как Бог нас касается, Бог влаживает, Бог дает тебе какую-то, как говорится, какую-то силу в какой-то сфере, и мы сразу же все, я открываю свою министр и все, я уже бизнес. Я уже буду сейчас, понимаете, зарабатывать. Давайте, приглашайте меня, я буду теперь вам рассказывать. Или другая, где люди вообще ничего не хотят. Или где люди просто пережили Бога, и потом, знаете, вся суета, все это вокруг заглушает эти семена, все просто остывает, и уже люди потом, им уже ничего не надо. А, это было когда-то у нас. Да, вот было. Вот когда-то мы были молодежью, вот мы, вот там были молитвы. Вы когда-то, вы, я думаю, вы все знаете людей даже, наверное, может, бабушек, или там родителей своих, которые говорят, вот у нас было, да, мы помним, у нас были молитвы, мы помним, когда у нас было. Ну, а у меня вопрос, а что случилось сейчас? Неужели Бог тогда был живой, а сейчас что, Бог, Бог не живой? Неужели тогда Бог у вас двигался, а теперь задается такой вопрос, может быть, проблема не в Боге? Может быть, проблема не в том, о, мы живем в другом времени, но Бог живет то вне времени. А может быть, это проблема во мне и в тебе, что мы, знаете, что, что мы не хотим, как я читал, подлаживать дрова на этот жертвенник. Мы не хотим, чтобы этот огонь горел. Мы не хотим, понимаете, потому что это надо, это надо принимать усилия, это нужно отрекаться от некоторых вещей, это нужно многим вещам говорить нет. Это, может быть, нужно говорить нет каким-то развлечением, а идти на молитву, или это, может быть, говорить там, скажем, нет там, на час меньше поспать и идти молиться. Или мы, конечно, может быть, мы не привыкшие такие слова слышать в свой адрес. Мы же такие духовные, мы же уже самые правильные, наверное, достигли великого совершенства, о Иисус, я не знаю, просто именно из своей жизни, кто может знать, чем я живу? Знаете, когда, если я еду там, скажем, там, на молитву, или я просто где, да, вот на поклонение. Я не знаю просто, как можно оставаться равнодушным, вот так вот, знаете, или просто вот так вот стоять, когда приходит Божье присутствие, когда приходит Он, и как можно просто так, понимаете, просто так оставаться равнодушным и, знаете, и И вообще нет никакой, знаете, реакции на то, что приходит. Я не знаю, я верю в горящую церковь, я верю в сердца, которые горят. Я верю, честно вам сказать, я верю как никогда, что именно вот в эти моменты, именно в эти моменты, знаете, когда, может быть, вокруг кажется, что все плохо и хочется, да, пошло оно все лесом, но я верю вот именно в эти моменты, в эти моменты Бог начинает возвращать тебя, Бог начинает манить тебя назад к себе, Бог начинает говорить, вспомни, вспомни свою первую любовь, вспомни, вспомни это все, вспомни все эти сны, вспомни все эти видения, вспомни все эти пророчества, вернись ко мне. Весь вопрос будет заключаться вот в чем Хочешь ли ты этого? И второй вопрос Насколько сильно ты этого хочешь? И я, я имею ввиду себя тоже Насколько сильно я захочу, чтобы мои дети Служили Богу, не просто ходили в церковь Насколько сильно я захочу, чтобы я Служил Богу Насколько сильно я захочу, чтобы я говорю Бог, нет, я берусь за это место Я влаживаю сюда себя Я беру часть ответственности на себя И я становлюсь как этим работником на этом месте Даже если это касается вот этого локального места Бог ищет этих людей Бог ищет людей, которые, знаете, захотят Которые увидят в этом ценность И говорят, но Бог, я беру эту ответственность на себя Я часть этого начинаю вкладывать себя сюда Давайте не забывать, я говорю, давайте, это просто Давайте не забывать, что именно мы призваны гореть для Бога Каждый из нас Каждый из нас призван, понимаете, просто, я не знаю, разрывать свое сердце перед ним Каждый из нас Каждый из нас призван просто любить Бога Как? Всем сердцем Всем своим разумением, всем своим сердцем Всем, всем, всем Это очень красиво звучит, может быть, отсюда, с кафедры Это может быть очень, знаете, популярная какая-то фраза там где-то Знаете, что, если я и ты выберем так жить То мы увидим эту церковь Мы увидим Мы увидим Именно людей, которые горят по Богу Мы увидим людей, которые горят по Богу Давайте больше фокусироваться на нем Я, в принципе, закончил Давайте просто поднимемся, может, пару минут Может быть, просто от тебя требуются эти тихие слова Господи Мы хотим, чтобы ты стал центром нашей жизни, Бог Центром нашего внимания, Бог Крести нас огнем, Дух Святой Крести нас духом, как когда-то ты крестил свою первую церковь Крести, Дух Святой Мы хотим не просто молиться на языках Хотя это очень важно Но мы хотим, чтобы в наших глазах был огонь, Бог Когда я начинаю говорить о тебе, Бог Чтобы я говорил о тебе, как я знаю тебя Чтобы в моих глазах люди видели тебя, Бог Чтобы я не был равнодушен, когда я вижу несправедливость Чтобы у меня болело сердце, когда я вижу раненых людей, Бог Направь нас, Бог Измени, может быть, наш путь Я не знаю, Господь Но просто наша мечта, Господь Это увидеть твое царство на этой земле Это увидеть тебя, идущим по этой земле, Бог Как когда-то ты ходил с учениками, Иисус Ты ходил во плоти когда-то Но потом даже, когда ты вознесся, Господь Ты ходил все равно рядом с ними Ты ходил в них, Бог Мы просим тебя, Господь Трансформируй все вокруг Трансформируй все вокруг, Иисус Зажги свою церковь, Бог Дай нам, Господь, просто увидеть то, что ты вложил в каждого из нас Что на нас лежит ответственность Передать это следующему поколению О, Иисус О, Иисус Разжигай этот огонь, Бог Вей своим духом, Господь Покажи каждому из нас, что нам нужно, Господь, делать Чтобы этот огонь горел еще больше Чтобы этот огонь в сердце просто был, Господь Мы Мы та церковь, которая хотим Духа Твоего Мы та церковь, которая хотим этого вина, Бог Мы Достаточно времени уделяли этим мехам Этим сосудам, которые ты хотел влиять, Господь Научи, Господь, нас молиться из сердца Во имя Иисуса Аминь Во имя Иисуса Во имя Иисуса С wayne иисуса Этим 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 Продолжение следует...